Девчонки, привет! Мы сегодня снова на моей кухне и будем готовить кармашки из свинины. Я уже все, в общем, приготовила, чтобы ваше время зря не тратить на всякие подготовки. Я уже отбила два кусочка свинины. Здесь у меня чернослив. Это для себя. Я люблю чернослив и с мясом, и с рыбой. У меня муж не очень любит, я себе сделала, нарезала. Сделала овощи. У меня будут овощи в кармашках. И вот в таких порционных штучках буду еще в духовке потом запекать. Ну, по ходу дела разберемся. Давайте посмотрим, как и что. Так. Включу сковородку, потому что нам нужно будет сковороду. Потому что нам нужно будет их слегка обжарить, прежде чем запекать. У меня здесь, забыла сказать, у меня здесь потертая морковка, помидорчик, перец болгарский, лук жареный и чуть-чуть чеснока. Сейчас разложим. Не важно, что если останется, то как обычно, мы найдем, куда применить остатки. Мы выложим тут же и запечем их не внутри, уже сверху. Там положим на картошечку. Так, это мой черный слив. Я его так положу. И сейчас эти кармашки мы заколем зубочистками. Сколем. Так, чтобы вам было видно. Закрываем кармашек. Чтобы ничего не выпало из него. Аккуратненько. Из трех сторон я вскалываю по бокам. Получается серединку и другой бок. Вот такие кармашки получились. Так, из этих овощей я их проложу между картошечкой. Легка. У меня картошечка. Я прям между этой картошечкой положу морковку. Так, вот я положила, добавила сюда морковку. В конце, когда мясо немножко запечется, подрумянится, я добавлю вот такой вот соус с грибами. Сверху залью, чтобы оно было залито. Я думаю, что у вас можно заменить, есть маги в пакетиках таких. Для маги приготовление жульена. Там вот такая смесь грибная. Мне очень нравится сочетание грибов. Не обязательно делать жульен. Можно его и в мясо использовать, чтобы мясо немножко в соусе, в грибном было. Тоже очень вкусно. Жульен мне очень понравился. Вот в этом пакете как маги. Очень понравился. Так, ну что, смотрим. Смотрим мясо. Чуть-чуть можно огоньку прибавить. С одной стороны оно у нас уже слегка поджарилось. Нам не надо его очень сильно, чтобы оно поджаривалось. Оно в духовке еще дойдет. Так, ну... Я выключаю его. Я думаю, что уже достаточно будет. Так, эти мы можем вытащить. Палочки, они нам уже не нужны. Мясо схватилось. Эти мы зубочистки убираем. Оно теперь не развернется. Так, и все, ставим до готовности. Я вам скажу, я вам скажу попозже потом, сколько оно у меня стояло, потому что не помню сейчас. Ну, все, ждем. Потом, когда буду добавлять соус, я вам тоже покажу. И конечный результат, конечно же. Так, девочки, мясо где-то постояло, наверное, минут 15 в духовке. Честно, что-то я даже забыла посмотреть, сколько. Сейчас заглянула, просто вижу, что уже вроде бы так оно ничего. И нужно заправлять соусом. Сейчас достану. Достанем и заправим. Так, ну вот, достала. Сейчас заправим соусом. Вот, с гребами. Прям так, так аж. Даже не то, что заправим, а он такой немножко густоватый. И я, скорее так, даже смажу. Так вот, на картошечку. Чтоб он... Так. Ну вот, все остаточки выскребла. И убираем обратно. Еще, может быть, минут на 10. Все, еще минут 10 ждем. Вот, девочки, мясо приготовилось с картошечкой. Вот так вот все получилось. Вот такая красота. Все еще шкварчит. Не знаю, слышно вам или нет. Только-только из духовки вытащила. Ну, все. На этом прощаюсь с вами. Всем до скорой встречи. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok